всем привет привет с вами флешка и это женские игры и мы продолжаем нашу рубрику по списку если предыдущая игрушка была действительно по списку то это одна из внеочередных влазеек так сказать новенькая игрушка которая попала к нам к сожалению ghost master который должен был быть он не захватывается наверное в силу того что достаточно старая игра не захватывается никак и ничем я очень старалась честное слово если вам интересно то вот у меня в стиме посмотрите ghost master конфетка а не игрушка для любителей призраков и олдскула будет самое то а сейчас же у нас don't open doors the doors не открывайте двери ни в каком случае игрушка достаточно свежая она ноября 16 года то есть пришла она ко мне совершенно свежий но флешка такая флешка и она от издателя антон риот антон риот насколько я поняла это русский издатель так что посмотрим меня она купила своей пластилиновостью безумно люблю пластилин и она на контроллере это тоже как бы плюс так что начнем попробуем потыкаемся посмотрим что же здесь интересного все ушли из города из-за двери конечно я настоящий ученый я же из пластилина в общем нам дали бомбу который надо взорвать главную дверь вы отправляете старый город чтобы взорвать главную дверь знаете мне это не нравится совершенно у нас есть жизнь к забыл к ходить использую крестовину или же вот или моя любимая крутящиеся чудо так что мы здесь можем поделать привет а вот и очередной новобранец добро пожаловать в стражу дверей что ты нам принес я принес мега бомбу с ее помощью можно уничтожить эти ужасные появляющиеся с ней откуда двери передать мега бомбу окей окей так бомба но она несъедобно где кукуруза где тыквенный что что нам взорвать надо а не сожрать но 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 запасы провези на исходе ты не рад бомби что безумец бомба это самое прекрасное что может быть в мире но она не положит конец моему голоду ладно новобранец отправляйся на первое задание убей монстра вон в той пещере ура убийство а можно экскурсию какие прекрасные здесь диалоги мне уже нравится ура убийство наконец-то увижу тварь из дверей хорошо у нас есть задача у нас есть задача первое задание да я зашел в дверь которая связывает наш лагерь со старым городом обратной дороге нет со мной мега бомба разработка профессора беркли которая может положить конец появлению дверей разобраться с монстрами в подземелье стражники не очень обрадовались помпе и дали мне первое задание надо убить какого-то монстра видимо тут такие порядки видимо жук жук за что ты так жука о я нашла усы усы жука здесь есть какой-то инвентарь я бы хотела инвентарь x y нет менюшка нет здесь задание о у нас есть я не могу снаряжение посмотреть почему странно нашла нашла у нас здесь снаряжение у нас есть сумочка у нас есть монетки точнее у нас нет монеток у нас есть только я чей к под монетке у нас есть чешущи и усы прекрасно прекрасно нас есть карта и статистика во времене в игре дверей дверей пройдены задание выполнено способности изучено Значит, способностей всего лишь 9. Золотых ключей найдено. Банок компота выпито. О, компот. Объектов расплющено. Хорошо. Отправляемся. Я так полагаю, что вот в эту дверь мы отправляемся, да? Или же в эту? Хочешь зайти? Нет, я ошибся дверью. Конечно, хочу зайти. Мы для этого сюда пришли. Смотрите, там тыква и жук. Я могу чем-то бить? Чем я мог бить? Чем бить? О, меня сдувает. Из синих труб дует. Чем я могу бить? Я не знаю, чем я могу бить. Я бы хотела кого-то убить. Закрыто. У Арика сегодня выходной. У какого Арика выходной? Странно. Либо я не могу ничем бить, либо что? Я обойду здесь. О, я нашла ключ. Ей. Вор. Кусать вора. Уй. Ты серьезно будешь меня кусать? Уйди, тварь. Он меня пытался укусить. Вот же. О, монетка, монетка. Еще монетка. Чем же мне бить? Итак, у Арика выходной. Но у меня есть ключ. Я не могу пока что драться, потому что у меня нет оружия. Я пыталась на кнопочку А драться, но нет. Но у меня есть ключ. И что, думаешь, если ты подобрал какой-то старый ключ, то тебе будут пускать во все двери? Да. Да. Обычно так это происходит. Правда? Хм. Ну, иди попробуй. Ну, я как бы попробовала. Привет. Привет. Ты, 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 ты умеешь говорить? Умею говорить. Умею не говорить. Это все возможные варианты, так что я умею все. Да, я могу копать, могу не копать. Это как-то так. Хорошо. Допустим. Кто ты? Я Арик. Это мое подземелье. Ты пришел убить меня? По заданию стражников. Теперь я должен расплющить. Но есть одна загвоздка. Ты должен что? Расплющить тебя. Спроецировать на плоскость пола. Понимаешь? Может, лучше поговорим? Возможно, ты не заметил, но мы уже говорим. Разговариваем. Я бы скорее так сказала. Более того, наш разговор уже успел не надоесть. Так что иди, занимайся своими делами. Но, но как бы, мое дело убить тебя? Может, можешь даже не пытаться. И вообще, по субботам я не расплющиваю наборанцев. И я уже несколько раз говорил об этом стражникам. Так вы заодно? Да. Работа не пыльная. Приходит новобранец. Я его расплющиваю. Мне даже нравится. Но сегодня выходной. Так и скажи им. Хотя, лучше тебя туда не соваться. Что мне тогда делать? Можешь пока погулять по моему подземелью. А завтра приходи ко мне. Да. Погулять по подземелью. А потом прийти к нему. Отлично. Здесь труба. Здесь жук. Он будет меня кусать или нет? Еще жук. Ау. Шипы. Это не шипы. Это труп. Почему я не могу это сломать? Я хочу это сломать. Я очень хочу это сломать и добраться туда. Ау. Ой. Это тоже больно. Это грибы. Это не больно. Грибы это не больно. Оружие. Я могу крушить что-то. Что-то. Крушить могу. Ей. Флешка нашла любимое занятие. Флешка будет крушить. Усики. Усики. Больше усиков. Больше усиков. А я могу вот это раскушать? Нет. Походу нет. Тыквы. 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 Шмяк. Не туда. 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 Там тыквы. Это что ты не видишь где тыквы у тебя что ли? Да вниз ты ж. Ты чего здесь забыл? Че забыл? Че забыл? Монетки забыл. А че они не крушатся? Мил. Да я упорная. Ну серьезно. Что? Нет. Не ломается никак? Ой. Походу никак не ломается. Ну окей. Так. Трупики тоже не ломаются. А. Трупики мне вреда не наносят. А вот это ломается? Нет? Вот к этому вроде бы надо зайти с другой стороны. Золотые бочонки мне уже нравятся. Они выглядят как-то аппетитно. Вам не кажется? О. Еще. О. Да. 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 Золотые бочонки. Больше бочонков. Вы знаете? Как-то прикольненько. Пять монеток. Пять монеток это конечно не густо. Но все же. Вау. Я поняла. Я поняла. Это шипы. Я. Я. Все. Ау. Мне сложно немножечко здесь управляться. Можно крестовиной... Ать. Нет. О. Хорошо. Усики. Зачем мне столько усиков? Я не знаю конечно. Но здесь еще жучки есть. Подходи. По одному. Почему-то не сразу поднимается. По одному. А как восстанавливать здоровье? Здоровье наверное как-то можно восстанавливать? О. Золотой сундук. Ей. Много монеток. У нас есть задание кстати. Я так подозреваю. Но я не особо к нему спешу. Потому что здесь так весело. Здесь сундучки. Какие-то бочечки. Вкусняшечки. Кстати. Надо как-то быстренько пробежать вот между этими штуковинами. Вот. Чтобы меня не смыло на шипы. Но я сомневаюсь что у меня получится. Ну давайте попробуем. И побежим. Я прошла по всем шипам которым только можно было пройти. Вы понимаете? Понимаете? Весь уровень моего мастерства вхождения. Поэтому. Вот здесь опять шипы. Здесь сдувает. Интересно куда сдувает? Я могу просто возле стеночки пройтись? Жадная, жадная флешка. Жадная, жадная флешка. А здесь куда сдувает? Вот сюда сдувает. Отлично. Отлично. А вот эти штуки можно поломать? Почему нет? Они выглядят так как будто их можно поломать. Я бы очень хотела их сломать. Еще сундучок. Ты кто такой? Не твоё дело. Кто здесь? Кто здесь? Это я, сундук. А тебе что здесь надо? Как что? Сокровища меня послал Арик. Давай свои сокровища. Кодовое слово. Кварти 123. Не угадал. Чарт я не угадывал. Крошить. И смысл этого разговора был, если я его просто раскрошил. А вот это интересно. Привет, Арик. Я как бы вернулась. Будем драться? Или мы посмотрим, что у нас по заданиям? Давайте посмотрим. Нет, назад. П. Здесь? Здесь. Итак, снаряжение, задание. Вернуться к стражнику? Я не хочу возвращаться к стражнику. Здесь вкусно, а у стражников там не вкусно. Здесь компот, говорят, есть. Если я его ударю? Вижу у тебя мой молот. Хороший молот, я оставлю его себе. Замираю, он мне не нужен. Эти тупорылые стражники наверняка принесут сюда еще какой-нибудь... Еще какого-нибудь хлама. Они используют мою пещеру как склад. Почему ты их не расплющишь? Ну, они хорошо платят. Зачем тебе деньги? Большие желтые монетки это единственный в этом мире ценный предмет, который не умеет разговаривать. Они не раздражают, а вот ты уже начинаешь надоедать. Так вижу, у вас тут какие-то особые отношения. Не хочу знать подробностей, что мне делать дальше. У тебя есть молот, так что можешь поговорить со стражниками. Скажи, что сегодня я смогу расплющить тебя только за дополнительную плату. Так и сделаю. Отлично. Пошли тогда на выход, поразговариваем с этими красавцами. О, давайте этого надоедливого жучка расплющим. И кажется, я еще где-то здесь могла что-то натырить. Нет? Вот оно все движется как бы, но расплющить я это не могу. Хорошо. Оставим это на потом. Пошли к стражнику, поговорим, что здесь происходит. Да, хочу зайти. Вы будете каждый раз меня спрятать? У него молот. Да, конечно, я же свой. Куда ты? Эй. Что ворота? Ворота закрылись. Что произошло? Не знаю. Стражники ведут себя как идиоты. Они и есть идиоты. А ты что, новобранец? Ты еще не в курсе, что здесь все идиоты? Как ты сюда попал? Попал такой живой. В смысле живой. Я нашел в пещере какой-то гигантский молот, и стражники поспешили выставить меня из города. Видимо, это как-то связано. А, так ты умеешь молотом махать, знать. Что ж, может, хочешь увидеть одну из тех тварей, которые лучше не открывать дверей. Тут неподалеку недавно появилась одна. Вообще-то я из лагеря мегабомбу принес. С ее помощью можно взорвать главную дверь. И потом что-то произойдет. В общем, я плохо слушал, но это наше спасение, кратко говоря. В общем, создатели решили не заморачиваться над глубоким сюжетом и заумными фразочками. Здесь какой-то просто сплошь и рядом стеб. И я не знаю, это мне нравится или надоедает. Я еще не определилась. Да да ладно! Они все-таки сделали мегабомбу? Вот это да! Я слышала такое, но не думала, что ей можно открывать двери. Проблема в том, что она осталась в городе. И это безнадежно. Стражники наверняка ее уже либо поломали, либо потеряли. Да, это единственное, что можно сделать с вещами. Сломать или потерять. Так что насчет двери? Показать? Там как раз моя книга ждет, не дождется, пока ее кто-нибудь вытащит. Это опасно? Конечно, это опасно! Пошли! Идем за мной! Да бегу я, бегу я! О, сколько тыков! Вот и дверь! Они появляются уже так близко к городу. Хочешь зайти и посмотреть, что там? Конечно, хочу! Я пришла для этого. Тогда забери оттуда мою книгу. Монстры постоянно перетаскивают в двери все книги, которые находят. А зачем они им? А после мы подумаем, что делать с твоей бомбой. А что с ней можно сделать? Ты можешь мне помочь? Мы сделаем новую. Если получится, у нас в лагере... У вас в лагере, то и у меня получится. Я знаю рецепт. Откуда ты знаешь? Хорошо, жди меня здесь. Не буду с тобой разговаривать, ты немножечко не в себе. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. У нас здесь... Да не разобрался! Подожди еще, дай мне погулять. Смотрите, как здесь красиво. Ой, там сундук. Я могу туда забраться? Я не могу туда забраться. Видимо, мне откроется проход с той стороны. Так, что здесь еще? Ох уж, это динамическое освещение. Какая милота. А как вам деревья? Я что, застреваю в цветах? Ну, это вообще не годится никуда. Так, что в эту сторону? В эту сторону грибочки. Я могу пройти через грибочки? Почему я не могу раздолбить грибочки? Что это за... Зачем ты так поступаешь? Как? Мне так нужна помощь. И тут приходишь ты, весь такой бесполезный. Почему это я бесполезный? Потому что слабый. А что случилось вообще? Лучше приходи, когда наберешься опыта. Есть одно важное дело. Оно связано с массовыми убийствами. Окей, окей. Что у нас есть в инвентаре? У нас есть сумка. И в сумке у нас есть ягода, например. Вот. Сочный плод, из которого можно приготовить целебный компот. Для банки компота потребуется как минимум 5 ягод. Хорошо. У нас есть монеты. Интересно, что в национальном банке не работает ни одного человека. Монеты каким-то рост образом саморождаются в его недрах. Самозарождаются? Что? Они там пачкуются, видимо. Монетки размножаются пачкованием. Наверное, все правительства мира захотели бы такие монетки. Да, хочу зайти. Конечно же, я пришла сюда для этого. И так. И так. Это у нас подземелье, кстати. Привет, тыква. Вам не кажется, что этот гриб похож на котлетку? Или гамбургер? Я не знаю. О! Ау! Это все колючки. Мне кажется, что я сейчас помру еще до того, как дойду куда-то. Потому что я очень неаккуратно тыкаюсь по колючкам. Вот эта беленькая полоска очень похожа на какое-то направление. О, я убила цветочек. Зачем я это сделала? Я, честно говоря, не знаю. Колокольчики звенят. Это, кстати, логично. О, монстры. А я не могу это разбить? О, я не могу это разбить. О, я не могу это разбить. А! Ах! Практически умерла. Нет. Ох уж эти танцы. Ви-ви-ви. Я пробежал. О, тут можно похиляться. Радость какая. Какая радость. Что мне здесь сделать надо? Мне надо найти книжку, скорее всего. Это основная... Ай! Почему я не... О, могу расплющить. Могу даже что-то подобрать. Но все равно было больно. Шип кактуса, две штучки. Это сейчас тоже будет меня пулять. А! Да сюда бей. О, вот это можно раздолбить. Это камушки, что ли? Да, камушки. Интересно. А из них что-то выпадает? Походу нет. Ха-а-а. Я могу что-то сделать с деревьями? Ягоды дай. Дай ягоды. Дай я... Да не ты. Вот ты дай я... Повернись туда. И что? Нет, не хочет оно. Давать ягоды. Итак, вот там есть цветочек. О, я могу разбить цветы. Я, честно говоря, не знала, что можно разбить цветы. Я нашла монетки. Здесь еще жучки. Нет, не расплющивай меня. Я скажу все. Что скажешь все? Ты сказал, что тебя... А что ты знаешь? Прыгуны не хотят охранять книгу. А красные жуки покраснели и взорвались. Я эту книгу так вообще не трогал. Какую книгу? Любую. Нам нужно больше времени, чтобы строить ловушки. Книги всегда перед выходом. Но мы охраняем их недостаточно хорошо. Во всем виноваты прыгуны. Я ничего не понимаю. Закончить разговор и расплющить этого жука. Это, по ходу, книга. Вернуть книгу. Отлично. У нас какая-то такая напряженная музыка началась. Мы, собственно, прошли наше первое подземелье. Мы нашли книгу. И мы можем ее вернуть. Но прежде, прежде надо войти в дверь. Да, хочу войти. Я для этого... Эй, это не выход. Это не то, что я хотела. Привет, я ждал тебя. Я, вообще-то, в другое место ждал попасть. Кажется, у вас дверь сломалась. Дверь как раз работала как надо. Она перехватила тебя вместе с книгой. У тебя же есть книга. Это что, теперь военнопленный? Тебе это с рук не сойдет, бледный злодей. Мы с тобой по одну сторону баррикад. Я хочу лишь помочь тебе. Хорошо, я как раз принимаю помощь деньгами. У меня есть что-то более ценное. Я научу тебя навыкам, без которых тебе не выжить в мире дверей. Что за навыки? Выбор за тобой. Моя входная дверь будет перехватывать тебя. Она чувствует книги. Каждый раз я буду учить тебя новому умению. Поверь, без них тебе не выжить. Так чего же мы ждем? Учи давай, выбирай. Мы можем быть поваром или бомбермен. Смотрите. Способность варить компот из ягод. Варить целебный компот. Окей. И способность пользоваться различными бомбами. Я хочу компот. Я люблю компот. Где можно варить компот? В больших котелках, конечно же. Они обычно первыми начинают разговор. Так что проблем не будет. Ищи их там, где живут люди. Отличненько. И здесь я могу всегда подхиляться. Это замечательно. Что здесь еще есть? Здесь есть выход. И какие-то пластилиновые черно-белые деревья. Они мне нравятся. Особенно вот эти кусты нравятся. Да. Зайти в дверь. То есть нам теперь нечего возвращать или что? Разобрался с дверью? Да. Только на обратном пути я попал в какое-то странное место. Угу. И этот подлец забрал мою книгу? Хитрый бледный у курок. Как они ругаются. Прекрасно. Надо же было ему взять именно мою книгу. Хм. Ты его знаешь? Да. Все, кто заходит в дверь, рано или поздно его встречают. Его знание, конечно, ценнее, чем эти дурацкие книги. Но черт возьми. Почему именно моя? Так что теперь делать? Ты говорил что-то про помощь с мегабомбой. Да. Я помогу тебе. Положим конец этой проклятой кражи книг. С чего начнем? Сначала зайдем ко мне домой. За мной. Побежали. Ой. Черт. Как он это сделал? Окрестности города. У нас есть новая локация. Здесь симпатичненько. О, это ягодки? А, это котелок. Все, я поняла. Вот и мой дом. Здесь довольно безопасно. Как ты спасаешься от монстров? Здесь они не появляются. Самые опасные враги за дверями. Но там же обычно хранят и все самое ценное. Так что, если нужны монеты, добро пожаловать в ближайшую дверь. Отлично. Теперь просто скажи мне без лишних подробностей, что нужно для новой бомбы. Смесь порошков из огненного подсолнуха и красного кактуса. Чрезвычайно взрывоопасна. Поместив ее в сосуд из кристального камня, можно получить мощнейшую бомбу. И это то, что нам нужно. Звучит просто. Из чего профессор Беркли полтора года возился с этой бомбой? С чего мне начать? Наверное, потому что в лагере не растут красные дикие кактусы. Самое простое добыть огненный подсолнух. Иди на запад, там будет поляна с подсолнухами. Один из них большой оранжевый. Вот его и срезай. Хорошо, я достану подсолнух. Игра по подсолнухе, она мне нравится. Удачи. Кстати, тут рядом есть дом. Можешь остаться там и пополнять здоровье. Отлично. Это вот этот? Добро пожаловать. Ударь молотом, чтобы получить сохранение. Ей! Отличный способ сохраняться. Что это такое? Дверь? Нет. Нет, я ошибся дверью. Значит, нам надо идти на запад. Мы можем вызвать карту. Нет, не так. Вот так вот, карта. И запад это у нас туда. Окей. Пошли на запад. Нам надо найти большой оранжевый подсолнух. Ну, вот это похоже на кукурузку. Нам надо что-то, что похоже на подсолнух. Привет. Эй, ты из стражи? Нет. Нет. Это не я. Жаль. Может, тебе надо улучшить алмазные доспехи? Нет. Не думаю, что мне это нужно. По крайней мере, сейчас. О, здесь зеленая дверь. Еще одни ворота. Я туда не сильно хочу. Мы уже как-то на юг скатываемся. А нам нужно на запад. Видимо, по дорожке. О, еще какой-то торговец. Я не хочу с тобой разговаривать. А там вентилятор. А здесь дверь. Может, это подсолнух? Нет, это ягодка. Это взрывной плод. Это был взрывной плод. Я могу себе вот так вот путь прощать. Это достаточно забавно. Все тыквы как тыквы. А я особо бедная. Я тут ни при чем. Чем же? Люблю цветы. Ты любишь цветы? Я просто уверена, что тебе что-то от меня надо. А еще у меня есть ключ. Ну, знаешь, из тех, что висят в воздухе и крутятся. Наверное, ценная штука, да? Чертовски ценная. Нельзя такое говорить. Пустяк. Посади мне тут вот немного подсолнухов. Вот там земля уже готова. Видишь? Нужны семена. Добудь семена и пройдись по земле для высадки. Это просто по рукам. Отлично. По рукам только у меня нет рук. Значит, а что здесь считается подсолнухом? Это что? Это кукурузина. О, кукурузина это вкусно, наверное. Если я взяла себе повара, то я могу с кукурузиной, наверное, что-то делать. Да я готова здесь все расплющить. А это что такое? Это, наверное, нельзя расплющить. Куда ушел жучок? Я же говорил, что убьет. Да это псих какой-то. Да, я такая. Черт, а вас нельзя убить. Засада. Где же подсолнухи? Я не вижу подсолнухов, честное слово. Пошли, попробуем дальше пройти. Или я уже ходила сюда? А, зеленая не плющится, только цветочки плющатся. Может, зря я цветочки так плющу? О, я нашла цветочную пыль. Я не зря плющу цветочки. Вот, есть ягоды. О, а с кустиков падают ягодки. Ей! Да здесь формить не переформить. О, а там красный еж. Привет, еж! Красный еж. Фр-фр-фр. Это какая-то смесь ежа и прайды. Смотрите, мы нашли семена подсолнуха. Но нам нужен какой-то особенный подсолнух. Смотрите, еще и монетки. Вот эти кустики конфеты напоминают. Так, мне кажется, или это не сильно запад? А мы нашли... О! Солнечное поле. Ой! А ну иди сюда. Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау. А? Больно же? Мне нужен какой-то особенный подсолнух. Где этот самый особенный подсолнух из всех подсолнухов? О! Плювачка! Иди сюда. Шипы кактуса. Ты знала, что тут растет 124 подсолнуха? Да ладно, откуда ты знаешь? Я посчитал. Мне очень скучно. Сочувствую. Могу тебя избавить от страданий? Не благодари. Я всегда рада помочь. Смотрите. Мне что ли надо всех разгромить? Все 124 подсолнуха, чтобы найти то, что мне надо. Потому что я как-то визуально отличающегося подсолнуха здесь не вижу. Зато у меня есть много семек. То есть, когда нам будет скучно, мы сможем покушать семечки. А? Ай-яй-яй-яй-яй. Я забрел не туда. Совершенно не туда. Я забрел. Ой-ой-ой. Меня сейчас будет больно. Фух. Еле спаслась. Что же делать? Что же делать? Как мне восстановить здоровье? У вас можно вернуться домой? И там что-то скушать? Правда, не хочется. А? Оно летит из меня. И мы перешли в предыдущую локацию. Ну, пошли. Пошли выполним задание. Я думаю, что нам стоит здесь как-то обойти. Потому что здесь как-то странно. О, вентилятор, ловушки, монетки. Где же наша тыква, которая заказывала подсолнухов насажать? Как здесь пройти-то? Я помню, что тыква была здесь где-то. Вот моя тыква. Привет. Мне вот здесь пробежаться? Вот так вот. Еей. Ключик. Спасибо огромное. Ребята, невероятно увлекательная игрушка. Я, наверное, могла бы залипнуть и подольше. Но у нас как бы время поджимает. Интересно. Интересно. Не без изъяна, но очень интересно. И мне очень нравится то, что это все слеплено из пластилина. Очень миленько. И как-то так няшно нарисовано. Ну, просто умиляет с первого взгляда. Вот. Игрушка называется Не открывайте эти двери. И мне кажется, она затянет меня на некоторое время. Если вы любите такие платформеры и лучше справляетесь с контроллером, чем я, то вам обязательно, обязательно она понравится. Не платформеры. Приключения, скорее всего, да? Хотя для меня все, что завязано на движениях каких-то, то это уже платформеры, даже если нет прыжков. На этом все. С вами была Флешка. И всем пока-пока.